Хотели вам предоставить масочки для проезда в общественном транспорте, потому что чревато то, что оштрафуют и, соответственно, как бы нужно быть в маске в данное время. Не наказывать, а предупреждать – такова цель проверки соблюдения масочного режима на общественном транспорте. В акции в рамках проекта «Народный контроль» приняли участие активисты местного отделения партии «Единая Россия» и «Молодой Гвардии». Выкидывайте на старую маску, вы знаете, их надо менять каждые три часа, поэтому пользуйтесь на здоровье и будьте здоровы. Тем, кто не соблюдает масочный режим, в Подмосковье может грозить солидный штраф, но большинство граждан понимают, что не из-за страха наказания нужно носить маски, а ради здоровья ближних. Как относитесь к тому, что сейчас такие условия – масочный режим? Ну, в принципе, правильно. А как иначе? Соблюдать надо. Это правильно, когда все едут вместе в замкнутом помещении, это неизбежно. Маску дали? А у вас своя-то была вообще? Да, да. Да, несколько даже еще с собой. Инфекция же распространяется, поэтому нужно четче заботиться о правилах и носить, конечно же, маски. Участники акции, которая прошла на станции Расторгуева, отмечают, что убежденных антимасочников единицы. Я сегодня ни одного человека не встретила, который там категорически говорит, нет, маски не ношу, прививаться там не буду, вообще я против, в это не верю. Уже ушла эта история. Сейчас вот каждый, с кем мы беседовали, совершенно четко понимает, для чего нужны маски. Не для того, чтобы тебя не оштрафовали, а для того, чтобы защитить себя и окружающих. Еще один рейд, который провели в этот день активисты местного отделения партии Единой России и Молодой Гвардии по видновским аптекам. Здесь фиксировали завышенные цены на противовирусные препараты. Есть аптеки, например, у нас 36,6. Вот там цены такие кусающиеся. И вот аптека, которая у нас в пятерочке, тоже она меня там настораживает. Как показал рейд, в части аптек цены действительно завышены, но есть и такие, которые стараются не спекулировать на здоровье граждан. А незначительный рост цен объясняется сезонными факторами. Вы в этой аптеке часто бываете? Да, всегда сюда захожу. Нормальная. Устраивает. У нас есть карта курс здраво. Так что идут бонусы, поэтому мы немножко заинтересованы даже этим. Противовирусные как? Не подорожали? Немножко дорожают. Вот идешь, допустим, раз, через месяц уже подороже. По итогам этого рейда будут составлены обращения в Роспотребнадзор, которым приложат товарные чеки в качестве доказательства нарушения. Татьяна Брылова, Максим Козлов, Сергей Ларин, Елена Кошлева. Видное ТВ.